А вы бывали ночью в музее? Существует всего лишь один день в году, когда все музеи страны открыты до темноты. В этом году акция проходит под названием «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Участниками акции стали более ста музеев в Республике Пашкортостан. Да, оказывается, их у нас в регионе немало. Каждый музей подготовил свою уникальную программу и мероприятий, основанную на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. Гора новостей в Национальном музее Республики Пашкортостан. Что здесь самое интересное? Вот этот зал «Башкортостан сегодня». Здесь показывается про развитие Пашкортостана в наше время. То есть, какие у нас компании существуют, с кем мы сотрудничаем. Что посоветуешь моим сверстникам, которые хотят сходить на ночь в музеи? Я бы посоветовал, во-первых, не пропускать такие акции. Всегда приходите. Можете охватывать все музеи. Можно прийти в один, который интересен тебе, и именно его полностью пройти. Самое главное – это знать про такие акции и использовать их себе же во благо. Музеи так многолюдно, так шумно. Но когда бы вы побывали на концерте в музее? Только в эту ночь, вернее, вечер. На сцене вокальная студия детско-юношеского телеканала «Тамыр» и другие артисты. Традиционно в ночь музеев проходят открытия выставок, занимательные квест-игр, игровые программы, обзорные тематические экскурсии по музейным экспозициям, ярмарки, мастер-классы и концертные программы. На помощь приходят волонтеры. Как стать волонтером на такой акции? У меня есть аккаунт на Добру.ру. Ты заходишь на сайт, либо в приложение, ищешь нужную, интересующую тебя вакансию, после чего подаешь заявку на участие в данном мероприятии, интересующем тебе мероприятии. После того, как тебя приняли, ты участник. Поздравляю тебя. Камилла, какое мероприятие ты посоветуешь мне сегодня посетить? Я очень тебе рекомендую сходить на различные мастер-классы. Я слышала, что есть мастер-класс с подвесками, где ты можешь сама сделать и расписать собственный пряник. Посетить многие музеи можно по Пушкинской карте. Помимо этого, музей региона организует культурный стриминг, прямые трансляции на всероссийском портале «Культура.РФ» и на музейных страницах в социальных сетях. Так что можно побывать в музеях не только своего города, но и в других населенных пунктах. Сколько всего происходит необычного здесь. Нестандартно все. От времени работы до акций. Арина Емельянова, Рамазан Мусин. Специально для Горы Новостей.